Четырёхчасовое прослушивание мантры Зелёной Тары меня натолкнуло на мысль записать короткое аудио. Короткое аудио о родовой травме нью-эйджа, жанра как субкультуры. Читать нудную лекцию на тему нью-эйдж музыки и нью-эйджизма я всё же не буду, просто потому что вы и так это знаете, либо сами это легко можете наговорить. Но суть в том, что простой скролл по ютубу в поисках нужной мне версии мантры заставил меня просто промотать неимоверную кучу нью-эйджизмского дерьма. Объясню в чём смысл. Ты запускаешь мантру, а там начинается, во-первых, вдумайтесь в этом, сложная инструментальная музыка или электронная музыка, в которой может быть пять инструментов, а иногда и больше, со сложной, не повторяющейся, имеющей развитие мелодии. Окей, да? Первое, второе, да? И более того, сам текст мантры, он напивается в разных частях этого музыкального произведения, потому что мантра это уже не назвать, на разные мотивы, след за развитие музыки. И я такой, боже, эти люди вообще в курсе, что такое мантра, в чём принцип мантры. Ребята, зачем вы это делаете? Зачем эксплуатировать мантру, не понимая вообще значения культурного и религиозного мантры? Мантра должна быть повторяющейся. В мантре, в её чтении, как практике, важна её ровность и повторяемость и простота мелодии или отсутствия мелодии и наличия только, допустим, в какой-то определенный интервал удары барабана, скажем так, ритм секции назовем это, да, мантры. Для достижения медитативного состояния или транса, для, опять же, практик с дыханием, допустим. Ну, то есть, это такой идиотизм, и этим идиотизмом забита вот вся первая выдача, и это так огорчает вообще. Типа, ребята, за что? Как? Как мы до такого блядства докатились? Вот, но если человек хочет записать свою версию мантры, ну, пожалуйста, инструмент, на котором ты играешь, неважно, фортепиано это или гитара, или укулеле, вот, или тамбурин, или саксофон, но у тебя должна быть очень простая повторяющаяся петля, вот упрощенная до невозможности. Мне вспомнился на эту тему случай, который рассказывал один из музыкантов группы Mescaleros, это группа, которую основал, ну, основал, примкну к ней, Джо Страмер, вокалист, фронтмен группы The Clash, панковской, ну, все знают, я думаю, White Riot, London Calling, Yonzo Brixton, Period Opportunity и прочие песни, как бы это классика британского панк-рока. Но суть в том, что сам Джо не был зафиксирован, скажем так, на панк-роке, когда группа распалась, он занимался и рокобили, он занимался и танцевальной музыкой, и диджею, он очень увлекся вот танцевальной музыкой, от нее он перешел в том числе и к вообще минимуму различному, в том числе и к на минимуму. И вот этот музыкант рассказывал, что, например, Джо мог позвонить ему, сказать, типа, приезжай ко мне там домой вечером или на студию. И включал ему какую-то вообще обскурную запись говняного качества. Не знаю, вот нечто уровня, то есть вот те записи, так называемые Lost Tapes камбоджийского рока до Красных Кхмеров, это еще очень качественные записи и со сложной музыкой и всем-всем-всем-всем. Он находил вот вообще какой-то говняный обскур и заставлял этого музыканта своего слушать часами. Говорить, вот, вот слышишь, вот этот аккорд повторяется, вот, давай его зациклим, вот нам нужно так. Вот, у человека было тонкое понимание таких вещей. К сожалению, многих музыкантов нет понимания контекста часто, но есть понимание выебнуться и интерпретировать. Даже если интерпретировать, это очень красиво обмазать говно. Как-то так.